Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 14. Вопрос. 2875» Слышал, что священнослужителям нельзя проливать кровь птицы и скота. С чем это связано? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Запрета такого нет в священном писании. А если бы и был, то он бы противоречил другим местам Библии, которые повелевают священникам резать скотину и птицу. У евреев и поныне есть специальные резники – шойхиты. Книга Левит 16.11 И приведет Аарон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет Тельца в жертву за грех за себя. 2 Паральпоменон 29.24 И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. 2 Паральпоменон 30.17 Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Скажут, что это было в Ветхом Завете. Но вот и в Новом Завете священнослужителю Петру повелено самим небом заколоть и есть. Деяние 10.13.11.7 Если священнослужителям нельзя резать живность, то тогда логично был бы вынесен и запрет на употребление мясного. И было такое, что церковь осудила подобный взгляд на пищу, как на препятствие в служении Господу Богу. Подобное учение было объявлено бесовским. 1 Тимофею 4.1.3 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ганский собор второе правило. Если кто с благоговением и верою едущего мяса, кроме крови и доложертвенного и удавлененной, осуждает, как бы по причине употребления онова, не имеющего упования, да будет под клятвую. Если заколать живность грех, то как может священник позволять иному делать сие? Иакова 2.8 Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюбив ближнего твоего как себя самого, хорошо делайте. Деяние 15.29 Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Как много везде безобразий творится, неправда на истину кляузу пишет, разбойник в попах, перевертыш в милиции, оборотни судьи, достойные вышки. За все в Поднебесной ответственен кто-то, а я лишь за то, до чего мог коснуться. Глубокие корни у хрена сосотом, сюда, чтоб зайти, хорошо бы обуться. Негодное поле сожжется огнем, участи лучшей оно недостойно. Призыв стучится, не просто намек, живой да услышит пока не покойник. Нет меры, числа злодеянием власти, дикая свора народ дожирает. Возмездие пламя никто не погасит. Дымится Чечня и начнется с окраин, а я. Какова моя роль в этой мгле, сумею ли высветить зло накануне? Добро лихидеям есть куча углей, чьи корни глубоко в правительстве, в думе. Огонь обличений в статьях или книгах, с трибуны конгрессов и круглых столов. Кто-то достигнет, не сразу, не мигом, во свете евангельском высветит зло. Кто истину зная, страшась промолчит, с того будет взыскана кровь от погибших. Молчанию отыщется много причин. В любой ситуации будешь ты лишний. Живые пророки в любом переводе трусость, корысть выжигают дотла. К позорным столбам пусть подтащат отродья и спросят такой христианам талант. «Господь, с обличительным глазом пройдись по зарослям в храмах, в епархиях душных. Из семени слова да явится жизнь, да будем не лишним в деле столь нужном». 16 декабря 2005 год. Игнатий Лапкин «Господь»